прежде всего мы должны приготовить не начинку а тесто потому что оно у нас должно походить я беру 250 миллилитров молока можете соединить 50 на 50 с водой вообще как говорится чебуреки и беляши часто готовят на заварном тесте но я знаете иногда так делаю иногда так если хотите заварное тоже хорошее тесто просто это молоко должно быть кипяченое очень очень горячее но не сегодня просто комнатная температура я возьму 50 миллилитров растительного масла 2 чайные ложки сахара и 1 чайная ложка соли муки вообще уже проверены этот рецепт 400 граммов я просеяла муку вот вы видите но сейчас я запущу немножечко опару потому что дрожжи сегодня буду использовать сухие это 2 чайные ложки поэтому чтобы быть уже уверена что все будет хорошо я немножечко запущу дрожжи 2 чайные ложки дрожжей это получится пакетик 7 граммов так добавляю сюда тепленького молочка добавляю сюда сахар к пол полмерки и мука просеяна вот сюда муки должно быть получиться такое знаете как тесто и не густое и нередкое сюда же ложечку оставляю просто салфеткой в теплое место продолжаем что у нас здесь а у нас здесь красота посмотрите как начало бродить тесто видите то есть все нормально что я сейчас делаю сейчас добавлю сюда молочка сделаю более жидкую структуру сюда муку сахар соль и делаем вот такую горочку маленькой вот сюда выльем эту жидкость все этой ложки начинаем перемешивать я немного делаю тесто и добавляю к тесту 50 миллилитров растительного масла и все это вымешиваю но у меня еще тут немножечко молочка осталось так что тоже добавляю его все тесто готово и теперь я его вымешиваю на столе стол у меня абсолютно ничем не смазан ни растительным маслом не мукой вот я сейчас вымешиваю тесто отправляю тесто накрываю пищевой пленкой и пусть подходит в теплое место вот какая красота вы можете если у вас вот уже готовы делать беляши вы можете уже сразу работать с тестом но у меня какая красота видите но у меня я хочу чтобы они были посвежей я еще раз перемешиваю и пусть еще раз поднимется вот так если пленка и полотенечко лучше сходит ну чуть-чуть надо конечно маленькую дырочку оставить потому что нету воздуха дрожжи запах должен уходить а у нас тесто подходит я взяла фарша где-то 250 300 грамм свиноговяжья у меня конечно хорошо брать телятину баранину но у меня этого нету вот что есть с тобой будем готовить я взяла вот три луковицы ну посмотрю может две пойдет я люблю когда в беляшах и ночной лук немножечко чувствуется то есть не перекручиваю не перебиваю а именно нарезаю такими миленькими-миленькими кусочками видите у меня зелень я буду сегодня использовать кинзу вы можете использовать любую зелень я буду сегодня использовать соль черный молотый перец свеже измельченный и достаточно начинаю вымешивать и для сочности если у вас есть кефир можете добавить кефира нету значит просто водички фарш не должен быть такой как прямо котлета он должен быть немножечко жиденький но и не такой как для чебурека вот я сейчас добавлю сюда где-то 50 миллилитров кефира и вымешиваю я вымешиваю руками вы можете вымешивать чем вам нравится но рукой вымешивается лучше всего знаете я три раза добавляла в общей сложности где-то 200 миллилитров кефира я добавила чтобы структура была хорошая видите какой фарш вот его держу потом так как будто и падает с руки ведь об ведь вот такой фарш должен вас быть тем как пленочка затянуть я добавила вот эти вот томочка мне сирад задарила вот такие чисто грузинские специи это же на финишной прямой к беляшам да смотрите как тесто хорошо походило я сейчас его достаю чуть-чуть присыплю мукой стол смотрите какое тесто красота правда нет не пахнет хорошие эти дрожжи не пахнет дрожжами не надо муки здесь много чуть-чуть просто чтобы обнять сбить вот эту схожесть и теперь эти тесто абсолютно не прилипают к рукам возьму разносик застелю полотенцами на этот разносик буду выкладывать готовые беляши сейчас каждый кусочек так обминаю центр и формируем такие кружочки пусть они лежат немножко подходят пока готовки готовы открываем фарш и мешаю еще раз потому что те специи я не перемешивала теперь чуть-чуть муки и готовим заготовочки можете без скалки можете за скалкой можете даже сразу все раскатать заготовочки все скалка уже не нужна и теперь я прямо так на столе если вам неудобно можете взять такую как пиалочку и вот так и теперь собираю все к центру вот так крутили и вот так 3 плюс не сильно пока и выкладываю на салфеточку вот так пусть подходят покажу как вот если вы лепите с дырочкой вы должны вот так вот вот так поворачивать смотрите он так вот как защипочки делаете но не закрываете не соединяете все вместе а вот подкручиваете подкручиваете а санда дети как получается мне сильно большое отверстие чтобы же не выбегала у вас там оттуда ничего вот сейчас подниму сделаю меньше вот так вот так делается с отверстием но я не хочу я сделаю закрытые сегодня все готово пока сейчас разогреться масло можете прикрыть чуть-чуть они подойдут и будем жарить отлично и теперь вниз швом бросаю миляш он раз и всплывает сразу все и теперь обжариваю чуть меньше температуру и обжариваю с двух сторон периодически вот так поливаю маслом чтобы не порвался наверху эти как вздувается когда чебуреки маленькая прямо я бы не треснул посередине давайте так и сразу раз сюда чуть-чуть там чтобы зажарилась серединка вот так видите ничего не трещит туда-сюда чтобы не ну не прорвало сам чебурек ведь у нас нет уж все замечательно меньше температуру и обжариваем с двух сторон до готовности смотрите какое шикарное тесто видите и вот так туда-сюда туда-сюда смотрите ой что-то я никак не перевернул видите какие беляши сильно большой огонь у вас тут будет гореть а середина будет сырая мяса у нас много и все последнее обжариваю посмотрите какое масло чистое вот немножечко за подрумянится и сразу переворачиваю чтобы не треснуло вот сейчас я поливаю видите не шипит то есть ничего не вытекает все ребяточки мы все уже приготовили посмотрите какая красота смотрите раз кардаш на что я хочу вам показать вот салфетка которая накрывала вот у меня не поместились а на пленке пленка совершенно чистая и посмотрите чистое все то есть не нужно мой разнос салфеточка чистенько просто муку струсили все и ни один беляш у вас не разорвался все пробовать я не помню где первый который вот этот наверное который самый холодный посмотрите какое тесто просто супер еще горячий а давайте как будто мы купили этот беляш прямо на рынке салфеточки давайте пробовать смотрите какое тесто песня у я вкус здесь очень тонко тесто тут где мы собирали потолще я лучше помолчу пока пойму где пол чебурек отделался я хочу вам показать там где утолщение смотрите какое тесто смотрите все пропеклось осмотрите чтобы не говорили что что-то сырой неправильно рассказала я все показываю ребят это вкуснятина ну я вам не могу сказать какая-то вкуснятина и мама дегуста то попробовала сказала что очень вкусно готовьте делитесь соц сетях рецептами тесто просто замечательны просто и не хочу мякоть все руками трогай потому что так некрасиво готовьте здоровья мирного неба над головою и чтобы было еще когда и настрой чтобы приготовить такую страву до побачения до новых встреч